на порталгс гет поступил вопрос не желая поминать своего покойного брата который в жизни своей творил только зло грех ли не поминать ну знаете бог всех любит и у нас есть заповедь пути совершенных совершенно отец наш небесный что сказал что точно который только любит любящих его является еще язычником это язычники делают христианин любит даже врагов поэтому если мы не поминаем нашего покойного родственника из-за зла то мы вот эту заповедь божью о том что надо любить всех вот это настоящая христианская любовь мы не исполняем это одна из основных заповедей божьих конечно понятно что к ней не так просто прийти но мне надо идти в том числе при стяжать вот эту любовь совершенную божью можно через помин своих врагов тем более что это ваш брат к тому же есть еще один момент что вот я как свечник знаю что все очень субъективно для вас это исчадие прям зла а для его жены или там кого-то еще идти там друзей это может быть очень хороший чек вот он вам сделал плохое много-много раз возможно но для другого вот он с его точки зрения дело хорошее и он на нем прям без слез помнить не может может быть такое поэтому но для нас еще раз говорю не важно какой человек был важно как мы к людям относимся нас неважно любили нас не любили хотя понятны для кого наши комфорт лучше любили но для спасения души это не важно а где спасение важно любили я не отказывая любви кому-либо из-за например какой-то вражды если с вражда это мой грех который меня разделяет с богом и этим я ношу непоправимый вред себе и никакой зло которое мне сделали не может оправдать мою ненависть вот к этому источнику зла никакой раз я зол то я зол и я не с богом вот это страшно это надо избегать любым способом чтобы не стяжать своей душе адские муки которые благодаря этому злу и здесь начинаются пусть они такие совершенные как в аду но они уже у меня в душе а дальше дело времени чтобы все разрослось если я с этим не буду бороться это будет разрастаться например рукава может начать опираясь вот на моем такое отношение к брату к примеру да он начнет мне напоминать создавать фантазии у меня в душе какие-то яркие воспоминания проецировать в душу вот такие отрицательные чтобы все больше больше разжигать зло к моему брату а потом опершись вот на это зло которое он разжег к моему брату у меня начнет разжигать зло к другим людям и поэтому уже сделать намного легче потому что он создался плацдарм для себя у нас душе так вот потихоньку потихоньку вроде бы озобившись только на несправедливость ко мне другого человека я начну злиться на всех людей подряд даже на самых хороших но чтобы этого не было надо пресечь это сразу на корню поэтому молимся за всех на и паче за врагов своих внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео до прибытия так и Продолжение следует...